кофейное зерно как и зерно злаковых имеет 2 2 участка наружная вот рисую наружную и внутреннюю оболочку да когда кофейное зерно растет в нем набираются два алкалоида снаружи в наружной оболочке находится алкалоид кофеин кофеин а во внутренней оболочки вот здесь находится алкалоид teobramin teobramin если мы варим кофе из цельного зерна необработанного помолотого и завариваем из него напиток то в растворе нас находится об алкалоид кофеин начинает действовать сразу и действует 20-25 минут его эффекты очень просты он суживает сосуды кофеин суживает сосуды всех органов кроме почек сосуды почек он наоборот расширяет то есть были сужены расширяет пишем сосуды почек наоборот поэтому во всех органах повышается артериальное давление и улучшается кровоток в почках почки начинает лучше кровоснабжаться человек идет мочиться белый прозрачный мочей как вода через 25 минут эффект кофеина проходит а эффекты abramin медленный teobramin начинает действовать через 25 минут через 25 минут и все эффекты teobramin наоборот teobramin расширяет все сосуды а почечные сужает кофеиновом рефлексе давление повышается и улучшается почечный кровоток во время эффекта то abramin сосуды расширяются системное давление понижается а почечный кровоток ухудшается человек начинает чувствовать небольшие тянущие явления почка поэтому правильно грамотных местах вместе с чашечкой кофе всегда приносит стакан чистой воды и поэтому приличная кофейня отличается от неприличной тем кто приличный всегда приносят воду а мне приличный только хоть вот и поэтому когда вы выпили чашечку кофе и сидите разговаривать общайтесь никуда не торопитесь примерно за 20 минут у вас эта чашка кофе всасывается делать потом выпиваете стакан воды и профилактируете фазу нарушения водно-сольного ваги и позволяйте почкам впасть состояние нарушения кровоток понятно значит теперь что происходит в реале это мы проговорили про зерновой кофе когда из кофе начинают добывать самую ценную кофеиновую фракцию слушают наружную оболочку зерна и это часть уходит на медицинские препараты кофеин кофеин содержащие такие как цитромон из кофеин прочие вещи всякие нежизерные напитки ныне популярные да а вот внутренняя оболочка зерна идет на производство раз фаре вы их гранулированного кофе растворимого и гранулированного кофе внутренняя оболочка зерна поэтому американцы уже десять лет не могут пробить закон писать на всех гранулированных банков кофе кофе без кофеина Некоторые производители пишут, такие как Якобс, у них есть синяя баночка, они пишут, кофе без кофеина. Но фактически любой гранулированный или растворимый кофе содержит кофеиновые фракции всего 5-10%. Поэтому, как правило, с него никакого бодряка вы не ощущаете, давление не повышается, а после этого кофе хочется спать. Замечали? Замечаю. Поэтому я пью кофе растворимый в вечернее время, ближе к ночи, и чем ближе к ночи, тем крепче, и тем больше фруктузки туда кладут, чтобы хорошо спать и больше молока наливать. Кофеиновый эффект мы получаем только с цельнозернового кофе, но после него вы должны быть готовы обязательно к теабраминовой фазе. Всегда, через 25 минут она наступает у любого сорта, неважно какого он качества. Чуть дольше, некоторые сорта, до 30 минут, но после 30, вы однозначно получите теабраминовую стадию. Табраминовая, ну, длится долго, где-то в течение часа. Но вы можете протестировать, то есть, выпейте кофе, да, посмотрите. То есть, обычно фаза активации, она ощущается хорошо, а потом хочется прилечь и подремать. И вот в обычной игре подремали так 20-25 минут, и потом встали и пошли. Если попьете водички, то эта стадия укоротится. Но самое страшное, что в последнее время люди, не зная об этих механизмах, попадают в одну очень неприятную ситуацию. Учитывая, что большинству народа доступны только растворимые сорта кофе, да, очень многие надеются на то, что он купил хороший растворимый кофе, типа карт-нуар, там, да, хороший кофе, дорогой. Сейчас я вам мешаю и взбодрюсь. То есть, мешает, бодрости не получает никакой, а через 20-25 минут начинается что? Табраминовая стадия. Называется эффект 30-го километра. Дальнобойщик, собираясь в рейс в ночь, да, проскочить город, пока нету больших пробок, да, выезжает, как правило, в 4-5 утра в рейс, да, ну, в Санкт-Петербурге, на Кольцевую, там, уйти на трассу, да, и поехать. Значит, соответственно, делает покрепче себе тормозок и послащий кофеек. Перед дорожкой машет чашечку-две крепкого растворимого кофе, садится за руль, но поначалу, еще пока он подвигался, у него все хорошо, но через 25 минут у него вступает табраминовая фаза. К этому времени он отъехал примерно 30 километров от горы. Что с ним происходит в этот момент? Он начинает получать классический табраминовый эффект. Начинает спать, его начинает укачивать, да, потому что кабина мягкая, сейчас на Камазах уже редко ездит, все в основном на Вольво, а на Вольво это мягкое сидение, такая полоса, и он начинает дремать, да, то есть по Воленс-неволенс, несмотря, выспался, ты не выспался, но это Абрамин, учитывая, что это мощный алкалоид, он у тебя все равно проширить тебе сосуды, все равно тебе эффект покажет. И вот за эти 20-25 минут с 30 по 50 километр отмечается максимальное количество аварий с участием грузового автотранспорта. Практически все фуры и трейлеры убираются на этом участке пути. Или, как правило, через полчаса после остановки в кофейне. Ночью остановился в 5 утра, попил полчаса, убрался в кювет. То же самое с товарищами ездящими на машинах. Поэтому, если помните последние аварии, там все эти наши великие артисты, молодые мужики по 40 лет, семью нагрузят в багажник, притопят, кофейку возьмет, жена ему протянет, чашечку он выпил, попил кофейку. И все, привет семье. Поэтому категорически не рекомендую брать дорогу растворимый кофе. Если берем, то берем заварной, хороший, с кофеинным эффектом, а лучше всего крепкий чай. Потому что крепкий чай, чайный лист, не обладает теобромином, там чистый кофе. Зеленый в том числе. Зеленый не ферментированный, неважно какой вы пьете, крепкий зеленый или крепкий черный, но важно, что нужно пить чай. Чай обладает кофеиновым, но не обладает теоброминовым эффектом. А гранулированные сорта кофе нужно пить вечером перед сном. для улучшения сновидений. Не рекомендуйте их пить с утра. Это технология. Технологию не обскачешь. Люди понять не могут, почему они все время засыпают скоро. Я такой особенный, такой странный. Засыпаю. Все нормально, и я засыпаю. Все засыпают. Вот так. Но это делается, чтобы народ гипертоники не получал на кофеине подскоков. Кстати, когда стали использовать гранулированные сорта, то смерть от гипертонических кризов резко пошла на ум. Если это пьет обычный народ, товарищ, то вкус тот же, рецепторное соотношение примерно одинаково, а гипертонизионные стадии не получат. Гипертоникам тоже можно рассмотреть кофе.